МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Планы и задачи. Избранный глава Чувашии рассказал, каким он видит развитие Республики. Когда время ценно, в Республике работает санитарная авиация. Все налет в региональном центре по хоккею при Чувашском кадетском корпусе начались тренировки. Избранный глава Чувашии Олег Николаев рассказал о планах и задачах на будущее. На брифинг пригласили журналистов, ведущих республиканских СМИ и интернет-изданий. Один из вопросов, который Олегу Николаеву начали задавать практически сразу после его вступления в должность временного руководителя региона судьба китайского проекта. Олег Алексеевич напомнил, создание кластера по выращиванию и переработке сельхозпродукции запланировано в рамках российско-китайского сотрудничества при участии Владимира Путина и Син Зиньпини. Но, к сожалению, реализация проекта была, скажем так, запущена, так вот мягко скажу запущена, запущена до того, что абсолютно хаотично выполнялись мероприятия, которые заложены были в этот проект. И, вы знаете, было много разных событий, в том числе недовольство граждан как в Маргаурском, Чебоксарском, так и в Сивильском районах по этому проекту. На сегодняшний день по проекту ситуация такова. В рамках реализации совместных предприятий выделены земли для того, чтобы выращивать сельскохозяйственную продукцию, в том числе для строительства животноводческой формы фермы в Парецком и Шумилинском районах. Но, к сожалению, со стороны китайских партнеров на сегодняшний день не выполняются предусмотрения дорожной картой мероприятия. Это, прежде всего, разработка и предоставление в соответствии с российским законодательством проектной смертной документации, выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены этой дорожной картой, нарушение отдельных норм законодательства в области природоохраны. И поэтому на сегодняшний день у нас идет сверка всех этих моментов. И, значит, правительство Чувашской республики, кабинет министров выставило требования к китайским партнерам, чтобы все те недочеты были устранены при введении в соответствии с российским законодательством. Кроме того, отметил Олег Николаев, наша сторона настаивает на включении в состав коллегиальных органов управления проектом представителей Чувашского правительства с тем, чтобы работа велась последовательно, а вопросы, интересующие общественность республики, обсуждались публично. Еще одно подконтрольное направление – машиностроение. Специнвест-контракт, который заключается сейчас между Российской Федерацией, нашим регионом и концерном тракторные заводы, открывает перед отраслью новые возможности по производству тракторов малой мощности. Это позволит тракторному заводу, во-первых, локализовать производство итальянского и моделей трактора здесь, на территории Российской Федерации, через поддержку правительства Российской Федерации получить, как минимум, рынок Российской Федерации, в том числе через специальную поддержку. А за счет уже региональной поддержки здесь уже реализовать этот проект для того, чтобы он состоялся. Нам даст возможность создать минимум 500 рабочих мест, новых рабочих мест на площадках тракторного завода, создать абсолютно новое высокотехнологичное производство и выйти на производство где-то 10-12 тысяч тракторов уже через 2-3 года. Чувашия четвертый год подряд входит в группу регионов-лидеров по качеству управления финансами. Об этом свидетельствуют предварительные результаты оценки российских регионов за 2019 год, на днях опубликованные Минфином России. Анализ проводился по 81 показателю по 7 направлениям. Эксперты учитывали качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, управление долговыми обязательствами и государственной собственностью. Важным показателем стали финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, выполнение майских указов и степень прозрачности бюджетного процесса. В Чувашии реализуется пилотный проект «Социальный контракт». Эта мера поддержки должна помочь малоимущим безработным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть финансовый кризис. В республике за 8 месяцев этого года заключено более 3,5 тысяч контрактов. О том, кто и какую помощь может получить по этому проекту, в нашем следующем материале. Знакомство со студентами и коллективом, разработка групповых программ и индивидуальные занятия со студентами, у которых возникли психологические проблемы. Татьяна Ахмедшина с этого учебного года работает психологом в Чебоксарском музыкальном училище. Помог ей в этом социальный контракт, который она заключила с Центром социального обслуживания населения. Программа «Социальный контракт» предполагает поддержку в четырех направлениях. Обучение, предпринимательская деятельность, материальная помощь и поиск работы. Татьяна выбрала последнее. До конца года Татьяна Ахмедшина, кроме зарплаты, будет получать ежемесячную денежную выплату в размере 10 134 рублей. Таким образом, государство поддерживает малообеспеченные семьи, заключившие социальный контракт. Михаил Косарев выбрал другое направление – прохождение профессионального обучения. Он с детства хотел стать поваром, но по совету родителей выучился на инженера-технолога. Поэтому сейчас, когда выпала возможность бесплатно получить еще одно образование, решил воплотить в жизнь детскую мечту. Решил выработать себе профессию повара, потому что в детстве хотел и умею, и всегда готовлю. Решил в этом назначении себя попробовать. После обучения, надеюсь, пройти практику и стажировку в ближайшем кафе, в каком-нибудь. И надеюсь, что у меня все получится, и буду продолжать учиться и проходить определенные курсы. Есть всякие курсы, чтобы не только в одном направлении, чтобы был как универсал, и мясной цех, и овощной цех, и мощной, чтобы везде себя попробовать и стать универсалом. В период обучения Михаил также будет получать материальную помощь, а именно стипендию в размере 10 134 рублей. Кроме того, по условиям еще одного направления социального контракта можно открыть свое дело. На осуществление предпринимательской деятельности единоразово выделяют 250 тысяч рублей. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные с четырьмя и более детьми, неработающие инвалиды, воспитывающие детей, тоже могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату в рамках четвертого направления соцконтракта. Только по этому направлению в Республике помощь получили 2100 семей. Для участия в программе следует обращаться в отделы социальной защиты населения по месту регистрации. Надежда Яковлева, Георгий Кривошейн, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике работают эксперты Минстроя России. Они оценивают качество городской среды в населенных пунктах Чувашии. Специалисты побывали в трех районах – Ядринском, Маргаушском и Чебоксарском. Так, в Ядрине они оценили почти завершившееся обновление центральной улицы Комсомольской. Территория приобрела новый облик. Сейчас там построена дорога с односторонним движением и широкими пешеходными тротуарами. Вдоль нее установились светильники, рядом появились скамейки, урны и даже велопарки. Завершается реконструкция площади Победы. Представители Федерального министерства сделали подрядчику ряд замечаний. Совместно с представителями Республиканского Минстроя и Общероссийского народного фронта эксперты намерены побывать в Шумерле, Аллатре, Канаше, Новочебоксарске. Там тоже идет реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. С 1 октября 2020 года пособия будут перечисляться на карту МИР. Изначально обязательный перевод всех соцвыплат на национальную платежную систему был запланирован до 1 июля. Но в связи с пандемией правительство России сдвинуло этот срок. Большинство государственных выплат уже проходят через карту МИР. Пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих – так государство гарантирует защиту. Поэтому до 1 октября необходимо оформить карту МИР. Законодательство предусматривает и альтернативные варианты получения соцспособий. Например, банковский счет, за которым не закреплена ни одна банковская карточка, например, сберегательный счет или почтовый перевод. Звук вертолета над республиканской клиницией уже стал привычным. Сегодня в лечебные учреждения доставили очередного пациента. Мужчина поступил в Канажский медицинский центр с множественными ножевыми ранениями. После оказания первичной помощи консилиум принял решение транспортировать его в столицу республики. Это уже десятый пациент, которого доставили в больницу на вертолете. Сегодня помощь потребовалась пациенту в особо тяжелом состоянии. Полет из Канажа в Чебоксары занял 28 минут. По трассе на доставку шло бы в три раза больше времени. Пациенту 54 года. Значит, пациент поступил 14 сентября в Канажский медицинский центр. Его доставили в УПУ. Привели все необходимые мероприятия, оперативное лечение. Состояние больного сейчас тяжелое, но стабильное. И уже после всех необходимых проведенных мероприятий, после всех лабораторных, инструментальных методов исследований принято решение уже о транспортировке пациента в таракальную хирургию. Модуль вертолета можно сравнить с реанимобилем. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Можно проводить реанимационные и интенсивно-терапевтические мероприятия. В составе авиамедицинских бригад 12 специалистов. Еще 20 человек проходят подготовку. Готовим свои авиамедицинские бригады. За счет того, что мы, в принципе, уже заранее знали, что будем летать. И несколько лет постоянно готовили авиамедицинские бригады. Они проходили обучение в Москве, в ЦМК «Защита». Мы, конечно, готовы транспортировать множество патологий. Серьезных, тяжелых пациентов. И если сейчас мы занимаемся в основном межгоспитальными перевозками, то вообще в перспективе это, конечно, крупные ДТП. Пострадавшие в крупных ДТП – это дети. А вы знаете, прекрасно, что многоэтапность, если исключать, при таких вот серьезных ДТП – это черепно-взаговые травмы. В нейрохирургии, конечно, очень обычно говорят, что нужно исключать многоэтапность. Это позволит нам гораздо высокоэффективно оказывать медицинскую помощь, в том числе детям. Авиационные услуги предоставляются в рамках нацпроекта здравоохранения. На обслуживание вертолета в час тратится 230 тысяч рублей. Большую часть средств выделяют из федерального бюджета. Есть и республиканские вложения. Машины работают не только в Чувашии, но и в Мариэл. Татьяна Молокова, Виктор Степанов, Республика. Ключи от 42 новых патрульных автомобилей вручили сотрудникам ГИБДД по Чувашии. Транспортные средства поступили в республику в рамках федерального проекта безопасность дорожного движения. Новые патрульные автомобили приехали в Чебоксары еще в августе. Эти машины заменят списанные «Приоры» и «Четырнадцатые». Автоинспекторам передали 39 автомобилей марки «Шкода» «Октавия» и три машины марки «УАЗ Патриот». Легковушки распределят по Чебоксарам, Новочебоксарску и трассовым экипажам, а УАЗы отправятся в районы. Мы надеемся, что для всех нас, для жителей Чувашии, такое пополнение послужит предупреждением и профилактикой на дорогах нашей республики. Чувашия присоединилась к акции Минпросвещения России «Мой учитель». Она посвящена профессиональному празднику педагогов и продлится до 10 октября. Акция носит виртуальный характер. Поздравления любимым педагогам в виде фотоколлажей, роликов, интересной школьной истории можно выложить в социальных сетях Instagram, ВКонтакте или TikTok под хэштегами «Мой учитель 2020», «Мой учитель Минпросвещения РФ». А затем продублировать размещение медиафайлов в специально созданном разделе сайта Минпросвещения «Поздравь учителя». Самые интересные посты опубликуют в социальных сетях профильного ведомства. А авторы трех лучших историй получат памятные призы. На 79-м году жизни скончался Петр Васильевич Ивантаев. Вся жизнь Петра Васильевича связана с работой на земле. Он начинал агрономом в колхозе «Октябрь» Красночитайского района, где позже стал председателем. 10 лет возглавлял профсоюз работников агропромышленного комплекса, а потом несколько лет был председателем Чувашского республиканского комитета профсоюзов. В 1998-2000-х годах работал первым заместителем председателя Кабинета министров республики. Почти два года с 2000 по 2002 руководил агропромышленным комплексом Чувашии. Авторитетный и опытный руководитель Петр Васильевич детально вникал во все проблемы, находил пути решения. Его принципиальность очень ценили коллеги. Последнее время он вел активную общественную работу, поддерживал ветеранов отрасли, входил в состав Совета старейшин. Награжден медалями и орденами «Знак почета за заслуги перед Чувашской республикой». Петр Васильевич – почетный гражданин Красночитайского района. Традиционный профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Чувашии 18 и 19 сентября. Его проводят в большинстве регионов страны уже в десятый раз. Регулярные проверки на дорогах – это одна сторона вопроса. Сотрудники ЕБДД стараются предотвратить аварии с участием нетрезвых водителей, но этого мало. Полицейские вместе с врачами, психиатрами, наркологами и представителями общественности намерены провести ряд профилактических бесед о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за вождение в нетрезвом виде – лишение прав, а то и до двух лет лишения свободы. Но даже суровые меры не являются гарантией безопасности на дорогах. Водители продолжают нарушать закон. Одна из таких встреч состоится в администрации Чебоксарского района. Спасти чью-то жизнь и сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону 102. Республиканская станция «Переливание крови» приглашает чебоксарцев принять участие в субботней акции. Каждый год в переливании крови нуждаются примерно полтора миллиона россиян. Кровь жизненно необходима пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, женщинам при тяжелых родах, а некоторым тяжелобольным в течение всей жизни. Эту субботу специалисты станции сделали рабочие и ждут желающих сдать кровь по улице Пирогова 9 с 8 до 12 часов дня. Донору должно быть не менее 18 лет, желательно накануне соблюдать специальную диету. В помещении будут соблюдаться все меры безопасности, масочный режим, социальная дистанция. Не забудьте паспорт, помните, одна донация может спасти жизни трех людей. Виктории Максимовой требуется очень сложная операция на сердце. Родители просят помочь собрать средства для лечения ребенка в клинике в Нидерландах. Ну, с бабулей я играла в садик. Бабуля была воспитательницей? Угу. Вике 4 года. Она каждый день просит маму поиграть с ней в детский сад. Вике очень не хватает общения со сверстниками. Но из друзей у нее только младший брат Ярослав. Контакты с другими детьми для девочки просто опасны. Любая болезнь может осложнить работу сердца. А его Вике надо особенно беречь. У нее врожденный порог. Пятиатр услышал нашему сердцу. И отправили на свою землю. После усилия ее позабрали. Врач нам сказал, что у нее порог сердца довольно-таки сложный и редкий. Коррегированная транспозиция магистральных сосудов. К тому же этот порог был осложнен внутриутробной пневмонией. Если простым языком, у нас местами поменялись желудочки в сердце. И желудочек, который работает на малый круг кровообращения, он начал работать на большой круг кровообращения. А желудочек, который работает на большой, естественно, начал работать на малый круг кровообращения. Сердце с возрастом перестает справляться с нагрузкой, желудочек не развивается. Сейчас у Вики уже наблюдаются функциональные изменения в работе сердца. Первую тренировочную операцию ей сделали в детской клинической больнице в Казани в ноябре 2019-го. Сейчас требуется вторая операция для переменной местами аорты и легочной артерии. Она кардинально изменяет работу сердца и дает возможность полноценной жизни. Сделать ее могут в клинике Люмс в Нидерландах. Требуется почти 6 миллионов рублей. Для семьи, в которой работает только папа, сумма очень большая. Поэтому Максимовы просят помочь им всех неравнодушных. Наши врачи после первой операции посоветовали нам обратиться в Нидерланды, так как там более 10 лет изучается данный порог. И более сотни детей получили возможность на полноценную жизнь. Мы просим о помощи добрых людей собрать нам данную сумму для оплаты операции и спасения нашей дочери. Реквизиты для помощи Вики вы сейчас видите на экране. Деньги можно перечислить и по номеру телефона. 8 937 377 12 18. Получатель Надежда Евгеньевна Максимова. 3D живопись так свое творчество характеризует Константин Долгашев. На днях художник стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. За цикл «Пою тебе мой край родной» состоящий из 26 полотен. Часть из них связана с культурой и обычаями чувашского народа. Часть посвящена российской истории. В мастерскую к художнику заглянули мои коллеги Ирина Волкова и Андрей Шоклев. Почти на всю стену от пола и до потолка. На холсте 3 на 4 метра уже различимы фигуры людей из прошлого. Исторические события, происходившие в родном для художника городе. Это конкретный город. Это город Базулук. Самого Пугачева здесь нет. Здесь его на правой руке Арапов, который взял этот город. Реальная история 300-летней давности. Психологическое противостояние народа и солдат. На картине будут прописаны порядка 50 фигур, в лицах которых найдутся и знакомые черты. В зеленом платке будет. Мама стоит. Мой учитель рядом с женщиной, с мамой, которая будет ружье держать. Его сейчас в жизни нет. Он умер год назад. Прекрасный, замечательный художник Морозов Николай Андреевич. Здесь будет наш Василий, отец Василий. Я его пока наметил. Потом я его немножко подведу к образу, отец Василий. Там и Ревель у меня будет, наш Федоров Ревель Федорович. Поэтому вот это немножко такая сборная, чтобы сохранить иногда вот тех приятных и замечательных людей, которые со мной в жизни, по жизни были или там сейчас есть. Так свою жизнь на холсте продолжил букет ромашек, которые принесли сюда в мастерскую. Яркие краски и неповторимый стиль. Почерк художника узнаваем не только по схожей с биением сердца подписи, но и по характеру мазка. Живопись, она 3D получается. То есть вблизи ничего не видать практически, только мазки. А воздух объединяет. Потом еще отходишь, еще на расстоянии чувствуешь. Вот это вот. То есть, допустим, поэтому это мне нравится. Каждому художнику, говорю, свое. Может, вы видели там, кто-то гладенько пишет там. Ну, нравится там так вот гладенько писать. Кто-то там еще более широкими мазками пишет. Искусству живописи Константин Долгашов учит начинающих художников. Он преподает в Чувашском педагогическом университете. И уверяет студентов, что в их руках не просто кисть. Это волшебная палочка. Насколько можно владеть ей, чтобы творить какие-то чудеса. Потому что и так в жизни очень много отвратительного. Просто дарить людям радость своими произведениями. Чтобы люди почаще видели красоту вокруг себя. Настоящего художника можно вычислить по кухне. Смешивание красок на палитре, считает Константин Александрович. На мастера смотришь, он не думает, как брать цвет. То есть, он не ищет на палитре. Все механически, само собой происходит. Как бы, тобой уже кто-то начинает водить. Это значит писать не разумом, а душой. Ирина Волкова, Андрей Шоклев. Республика. Детский любительский хоккей, следж-хоккей, фигурное катание. Десятки юных поклонников этих видов спорта объединит региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Здесь уже проходят первые тренировки. Мы начали недавно, в сентябре, заниматься на новой этой арене в Чебоксарах. То есть, здесь нам очень сильно нравится. Все условия для нашего тренировочного процесса на льду. То есть, нам здесь очень все нравится. Юные хоккеисты и их родители долгое время ждали открытия нового хоккейного центра, которое состоялось в июне этого года. Но из-за пандемии тренировки пришлось снова отложить. И вот сегодня, наконец, на льду уже сформированные детские и юношеские команды с восторгом познают секреты хоккейного спорта. Пять месяцев без хоккея – это для детей, ну и даже для нас родители. Мы же такие же, мы же привыкли все уже. Без этого не можем. Нам адреналин нужен, лед, запах ледового дворца. Ну, всего не хватает. Это положительные эмоции. Мы все рады, довольны, счастливы. Скользят по льду и спортсмены из детской команды по слэш-хоккею «Атл». Для ребят с ограниченными возможностями здоровья занятие спортом – отличная возможность поддержать себя в форме. Лед покоряется не только тем, кто на коньках. На санях тоже можно умело управляться с клюшкой, забивать шайбы и защищать ворота. До этого у нас дети занимались, конечно, в здании, которое не было приспособлено. Им было очень тяжело. Не было мест для хранения саней, для хранения экипировки. И родителям приходилось каждую тренировку привозить сани с собой. Помимо того, что ребенок на коляске, да, еще приходилось тащить с собой сани. Не все таксисты сажали в такси. То есть это большие сложности. В этом здании у нас отдельная раздевалка, у нас отдельное помещение для хранения саней. Конечно, детям очень удобно и дети с радостью приходят сюда заниматься. В будущем здесь будут проводиться тренировочные сборы, мастер-классы, открытые тренировки и различные спортивные мероприятия. Уже 19 и 20 сентября на этом льду пройдут первые сеансы массового катания. Иннация Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин